В Самаре росгвардейцы спасли мужчину и оказали ему первую помощь. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Как стало известно, во время патрулирования в районе городской набережной сотрудники вневедомственной охраны заметили на обочине окровавленного человека, не подававшего признаков жизни. Они остановились, чтобы узнать, что случилось, определив, что пострадавший жив, вызвали скорую. Один из патрульных с помощью жгута остановил корвотечение, а затем наложил на раны повязки. Для прибытия врачей они контролировали состояние раненого. В Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается ремонт улицы Георгия Димитрова на участке в границах улиц Солнечной и Старозагора. Частично подрядчик отфрезеровал старое покрытие и уже выполняет замену бортового камня. В дальнейшем на автодороге уложат высокопрочный асфальтобетон. Также муниципальным контрактам предусмотрены работы на люках инженерных коммуникаций и дождеприемных решетках, обновлении разрушенных тротуаров, устройство пандусов, благоустройство подходов к остановочным павильонам, а также въездов к внутриквартальным территориям. Областной суд отказал в апелляции Самарцу, которого оштрафовали заложенные сообщения о теракте на площади Куйбышева. Об этом пишут в пресс-службе ведомства. Житель поселка Управленческий 6 ноября 1923 года позвонил в службу 112. Со словами «Ждите теракты» на массовом мероприятии 7 ноября на площади Куйбышева уточнили в сообщении. В мае этого года Красноглинский районный суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Самарстат подсчитал среднюю зарплату в регионе. По данным аналитиков, она составила 64 082 рубля по итогам апреля этого года. Сведения опубликовали на сайте учреждения в докладе об основных экономических и социальных показателях. За минувший год оплата труда в Самарской области выросла на 20,5%. В январе-апреле этого года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 24% уточнили специалисты ведомства. В губернии по статистике зафиксировано 978 тысяч работников организаций и почти 6 тысяч безработных. Многие россияне запланировали отпуск в августе. При этом тех, кто отправится за границу, стало на 25% больше и теперь составляет 35% туристического потока. Несмотря на возросший спрос на зарубежные туры, в приоритете у наших соотечественников все же российские города. Санкт-Петербург возглавляет рейтинг самых популярных направлений августа – 14% заказов. На втором месте – Сочи. Туда отправится 13% путешественников. Замыкает тройку лидеров – Москва, куда россияне оформили почти 13% бронирований. Кроме того, в списке востребованных направлений – Калининград, Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Анапа и Геленджик. Владимир Путин поручил ежегодно организовывать конкурс «Это у нас семейное». Президент провел встречу с семьями-финалистами конкурса, уточнили в сообщении на сайте Кремля. «Это у нас семейное» стал самым масштабным проектом платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек и 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России. В России молодые учителя могут получить подъемные до 150 тысяч рублей. С таким предложением главе Минпросвещения обратились представители профильного думского комитета. По инициативе парламентариев планируют на федеральном уровне закрепить право молодых педагогов на выплаты. Для этого специалист должен впервые получить высшее или среднепрофессиональное образование и в течение года трудоустроиться в образовательную организацию, а также заключить трудовой договор минимум на три года.